У кого есть вопросы, можете задавать. Некоторые люди умирают, потому что они стареют. Некоторые люди умирают, потому что у них карма заканчивается. Мой вопрос, почему маленькие дети умирают? Они даже еще не испытали жизнь. Почему с ними происходит такое? Иногда маленькие дети умирают. Иногда даже через несколько дней, несколько месяцев после рождения они умирают. Это тоже карма. Иногда случается ошибка, что они родились в этой семье по ошибке. Их энергия не соответствует друг другу. Их карма не соответствует друг другу. Либо у них имеют эту карму всего на несколько дней с данной семьей, и затем они уходят. Так что каждый идет по карме. И эта карма не только из этой жизни. Из многих жизней. И вы приходите в следующую жизнь из-за кармы, потому что у вас есть карма. И вы встречаете тех людей, с которыми у вас есть карма. Вы родились в той семье, у тех родителей, братья, сестры, родственники, те, с которыми у вас есть карма. Вы выбираете ее. Автоматически карма приводит вас в эту семью. Но иногда кто-то имеет совсем немного кармы. Некоторые дети рождаются всего на несколько часов. На несколько дней. Или несколько месяцев. И они должны оставить эту семью. Они просто пришли, чтобы расплатиться. Может быть, всего на несколько дней. У них была карма до этого. И они должны заплатить ее. Какой бы карма у вас ни была, с кем бы то ни было, вы пообещали, что я встречусь с тобой. У вас есть долг. Вы взяли что-то у кого-то. Теперь вы вернулись. Встречайте с ними, вы должны отплатить. Или вы должны дать им что-то. Вы дали им что-то. И теперь вы родились, чтобы получить назад свой долг. Что вы делали, давали другим, вы должны получить это обратно или наоборот. Может быть, этот ребенок имеет совсем немного кармы с этими людьми. И находится повод, он заболевает и оставляет тело. Он просто пришел для того, чтобы заплатить свою карму. Может быть, с матерью, может, с отцом или с кем-то другим. И, может быть, совсем немного кармы. Всего несколько дней он отплачивает и возвращается назад. И затем он начинает искать новое рождение. И он идет дальше в это путешествие. Это происходит автоматически. Никто это не делает, но это происходит. И мы здесь есть для того, чтобы оплатить свою карму. Мы пришли только для того, чтобы заплатить карму. У кого-то у нас на несколько дней, у кого-то на несколько месяцев. С кем-то годы, много лет, с кем-то нам нужно идти долго в путешествие. И в тот день, когда карма закончится, вдруг вы каждый повернетесь в разные стороны и разойдетесь. Когда карма приходит к завершению, вдруг ваша любовь заканчивается друг к другу. Вы больше не привлекаете друг к другу. Вы больше не хотите быть друг с другом. Мне кажется, что время пришло, чтобы расстаться. Но часто случается. Вы просто продолжаете. В основном в парах такое. Даже карма уже закончилась. Но они все еще продолжают. Заставляясь. Каждый день ссоры. Нет никакой любви. Никакого взаимопривлечения. Никакой радости. Но так как уму нужна безопасность. Когда вы вместе с кем-то, вы чувствуете себя в безопасности. Ум всегда живет с безопасностью там, где есть безопасность и сохранность. Там, где этого нет, он начинает бояться. И когда приходит время расставаться, ум начинает трястся от страха. Потому что тогда он должен идти в новое, в неизвестное. И он не знает, что ему делать. И ум всегда боится неизвестности. Но я говорю, если вы идете в неизвестность, если вы идете в новое, в приключения, в опасность. Новое всегда несет опасность. Потому что неизвестно, что может произойти. Вы идете в новый город. Постепенно ваши деньги заканчиваются. И вы начинаете бояться трястись. Как мне выжить? Как мне получить еду? Как мне получить жилье? Ум начинает бояться. Но сознание всегда оживает там, где есть небезопасность. Там, где вы в опасности, вдруг ваше будущее заканчивается. Автоматически вы приходите в этот момент. Вы не можете планировать надолго. Когда у вас есть все, тогда вы планируете. Что через 6 месяцев я сделаю это. Через следующий год, а через 3 года. На 10 лет вы планируете. А когда вы в небезопасности, тогда вы автоматически приходите в этот момент. У вас нет денег, вы не знаете. У вас нет еды. Неизвестно, вечером вы получите или нет. Вы будете думать только о сейчас и о завтра. О завтра. Когда вы думаете только о завтра, вы все еще не в моменте. Когда вы думаете о сегодня, если утром вы думаете о вечере, вы все еще не в моменте. Не так много ума. Но только если вы думаете о сейчас, тогда вы в моменте. автоматически вы идете в неум. Приходим в неум. И вы в сознании. Вы будете здесь и сейчас. И тогда, если у вас есть доверие к сосуществованию. Если я получу еду, хорошо. Может, как-нибудь что-то произойдет. Если мне удастся найти место для сна, хорошо. Если ты хочешь, чтобы я поспал, я буду. Если ты хочешь, чтобы я ел, я буду. Полное доверие к существованию. Если ты хочешь, чтобы я что-то делал, я буду делать. Какой-то путь откроется. И вы пойдете по нему. Неизвестно, что может произойти. Когда вы не знаете, что произойдет в следующий момент, то вы находитесь в полной осознанности этого момента. Если ума нету, вы можете наслаждаться тогда. Но вы можете наслаждаться только, если у вас есть доверие. Ничего в моих руках. Если деньги придут, если, допустим, выйдет работа для меня, я поделаю. Или каким-то другим образом придут ко мне деньги. Или как-то просто еда ко мне придет. Неизвестно как. Когда вы будете в присутствии. И когда вы в присутствии, тогда карма не создается. Карма создается, когда вы в прошлом или в будущем. Карма создается умом. Когда вы приходите в настоящее, карма не создается. Если ваша карма полностью заканчивается, тогда ум и эго упадут, не закончатся. То, кем вы являетесь, кем вы себя считаете, это перестанет быть. И как только ваш ум, ваше эго закончится, тут же возникнет ваша реальность. Тогда вы будете знать, кто вы есть на самом деле. И тогда карма не создается. Если вы живете в присутствии, тогда нет кармы. Но если вы живете в прошлом или в будущем, все время создается карма. Весь мир занят созданием кармы. Каждый создает карму. Никто не свободен от нее. Когда вы свободны от всей кармы, вы уходите за пределы эго, в отсутствие эго, в отсутствие ума. Тогда вы есть сознание. Как только вы приходите в сознание, вы начинаете жить больше в моменте, в присутствии. Либо наоборот, вы начинаете жить больше в настоящем, и вы приходите больше к сознанию. Так что те дети, которые умирают быстро, уходят от этой семьи. Может быть, у них столько кармы. Иногда они заболевают или по какой-то другой причине. И они должны оставить тело. Такое происходит. Может быть, это карма с родителями, что они потеряли ребенка? Да. Родители тоже имеют карму. Это тоже самое. Если приходит ребенок к этим родителям, может, у них между собой ничего нет. Иногда, может, немножко только кармы должны отплатить. Родители тоже имеют с ним карму. Поэтому этот ребенок пришел именно к ним. У них есть взаимная карма. Поэтому они встретились. Поэтому этот ребенок родился в этой семье. где у вас есть карма, вы идете туда. Такого типа родителей вы получите. С кем у вас есть карма? Так что родители имеют карму с детьми, и дети имеют карму с родителями. Это взаимно. Это не односторонняя вещь. Но у кого-то мало кармы, у кого-то больше, у кого-то много кармы. Может быть, вы вырастете. В основном ребенок вырастает, становится взрослым человеком, достигает 20-25 лет. И вдруг, оставляя родители, идет в жизнь. Женится на девушке, создает свою собственную семью. Иногда они даже не встречаются с родителями. Долгое время не встречаются. Даже если родители живы, некоторые дети все время живут с родителями. Много заботятся друг о друге. Даже если этот ребенок уже большой. Может, ему 40, может, 50 лет ему. А его маме 70. Но все еще. Они продолжают быть вместе. Потому что карма. И снова я говорю, когда вы живете вместе, с кем-то и нет любви. Когда вы должны жить, тогда карма создаётся. Когда вы живете с любовью или вы делаете что-то с любовью, тогда карма не создаётся. Потому что любовь делает вас светлыми. Когда приходит свет, так нет темноты. Нет кармы. Правильно. Сначала вы должны посмотреть, у вас есть любовь. Тогда окей. Если вы живете с родителями, если они нуждаются у вас, если они старые, больные, им нужна помощь. И если у вас есть любовь, тогда очень правильно. Если у вас есть сострадание, делайте это. Это очень правильно. Но в каждой семье начинаются эмоции. Родители создают эмоции с детьми. Дети создают эмоции к родителям. Ты моя мама, ты должна мне делать это. Мать говорит, ты мой сын, ты должен делать это. Потому что я столько для тебя сделал, теперь ты должен оплатить. Просто эмоциональная игра в каждой семье. Каждый занят этим. И друг с другом они тащат как друга. Но если вы делаете с любовью, тогда ваш родитель будет другом для вас, жена будет другом для вас, дети будут вашими друзьями. И когда вы в дружбе, тогда очень хорошо. Тогда вы живете очень светло. Никакой тяжести. Никакого бремени. Вы просто наслаждаетесь, живя друг с другом. Часто случается. Например, мужчина и женщина встречаются. влюбляются друг в друга. Женятся. Затем у них рождается ребенок. Год, пять лет, семь лет ребенку. И через некоторое время постепенно любовь между мужем и женой заканчивается. Это автоматически происходит в основном. Очень редко пары, которые могут сохранить любовь всю жизнь. Я никогда таких не встречал, у которых вся жизнь будет любить. Через некоторое время любовь заканчивается, потому что вы создаете отношения, вы начинаете контролировать друг друга, вы становитесь собственниками друг друга. И как только вы начинаете владеть, говорите, моя жена, мой муж, когда возникает собственничество, любовь утекает, она уходит прочь. Как только приходит мое, приходит эго, любовь уходит. Эго и любовь никогда не встречаются. Либо у вас есть любовь, либо у вас есть эго. Потому что свет и темнота никогда не встречаются. Так что для тех пар, кто встретились и женились, у которых родился ребенок, и которые сейчас не испытывают любви друг к другу, и которые хотят развестись, расстаться, они должны думать о ребенке. Почему ребенок должен страдать? Ну хорошо, у вас нет любви, но ведь вы родили этого ребенка, это вы сделали. И сейчас ваша ответственность заботятся о нем, пока этому ребенку не исполнится. 20 лет, когда он достигнет зрелости, он сможет стоять на собственных ногах, зарабатывать себя на жизнь, быть независимым, тогда хорошо. Тогда вы можете сказать, что теперь мы можем расстаться. Иначе ребенок страдает. На западе такое очень много происходит. Муж с женой расстаются. Ребенку 6-7 лет. И затем это ребенок должен остаться либо с матерью, либо с отцом. или иногда у отца, иногда у матери. Мужчина, отец это мужчина, ему нужна женщина. Он начинает искать женщину, находит и женится. А ей ребенок уже с ним тоже. Он приводит женщину домой и говорит ребенку, теперь она твоя мама. Ум. Ум. Ребенка невинный ум. Не понимает этого. Что это означает? Вчера моя мама была одна, а теперь это другая. И он в шоке. И когда он не принимает, отец говорит, нет, принимай. Она твоя мать. Называй ее мамой. Называй ее мама. Тоже самое с нами, с матерью. Мать находит нового мужчину. И говорит, теперь он твой отец. Очень трудно. Ребенок не понимает. Ребенок не понимает. Вчера у меня был один отец, а теперь другой мужчина стал моим отцом. Как это может быть? 7 лет я называл отцом одного человека. А сегодня пришел новый. И он не понимает. Но хорошо. Если он живет с матерью, может через 5-4 года, она расстанется и с этим мужчиной. И привел еще одного нового мужа. И скажет, теперь это новый отец. Он будет совершенно ошеломленный. Его ум не понимает, что происходит. Хорошо. Вы не любите друг друга. Не нужно жить вместе, но... будьте иногда вместе ради ребенка. Иначе ребенку будете в шоке. И он не простит вас. Вы для вашего наслаждения думаете, что вам нужен новый мужчина, новая женщина. Но вы не думали обо мне. Вдруг вы забрали у меня мою мать. Моя мама ушла. Или мой отец ушел. Очень трудно для ребенка. Если у вас есть ребенок, он должен быть ответственным по поводу него. До тех пор, пока он не достигнет независимость. Как он не сможет заботиться о себе. Когда он достигнет зрелости, вы дали ему все, образование. До двадцати-двадцати двух лет он готов. И тогда вы свободны. Тогда вы можете идти. Если у вас есть любовь к этому ребенку, хорошо. Нет любви, тоже хорошо. Ваша ответственность закончилась. Потому что вы привели его. Вы дали ему рождение. И вы тогда должны быть ответственны. Иначе этот ребенок никогда не простит. Это будет огромная рана внутри. Тридцать лет назад, когда я встречался западных людей, приходили ко мне мужчины и женщины. С самого начала моих социальных. И одна моя ученица, ей двадцать что-то лет была, и она ухаживала за мной, заботилась обо мной. через некоторое время она сказала. Она говорила о своей матери, что она живет там с ней. И затем ее мама встретила нового мужчину. Родители развелись, и у нее был новый муж. Мама живет в Австралии, а она девушка была здесь, в Индии. Они разговаривали по телефону. Я спрашиваю, с кем ты? Она говорит, я разговаривал с моей мамой. Она говорит, я разговаривал с моей мамой. Ты же сказал, что это муж твоей матери. Это же означает отец. Она говорит, нет, он не мой отец. Это муж моей матери. Я был озадачен. Что это значит? Ведь муж матери означает отец. Жена отца означает мать. А она? Я спросил, нет, он же твой отец. Она сказала, нет, мой отец это другой человек. А я не принимаю его как своего отца. Я не называю его отцом. Потому что он не мой отец. И она начала плакать. Я сказала, да. Когда я была молодой, мне было 8 лет. Они развелись. Я была с моей матерью. Я жила с своей матерью. И она привела этого мужчину. И они оба заставили меня называть его папой. Я все время боролась с этим. Даже она била меня. Говори, что он называет его папой. Я не пришлось называть. Но как только я выросла, стала независимой. Я возненавидел его. Я не хочу его называть отцом. Он не мой отец. Я вижусь со своим отцом тоже. Иногда езжу к нему. Иногда она жила с отцом иногда с матерью. Часто это происходит на западе. И она сказала, я никогда не прощу своих родителей. Как только они перестали наслаждаться друг с другом, они расстались, а я осталась страдать. У меня была боль. Я не хотела назвать его отцом. Но мама настаивала, чтобы я называла его отцом. А мой отец это другой человек, я его очень сильно люблю. А я не знаю этого мужчины. Мне 9 лет появляется этот мужчина и говорит, я твой отец. И я понимаю, что это очень трудно. Будет очень трудно для ребенка. В 8 лет вы живете с одним человеком, который же отец. А с маркет. Это как пойти и купить на рынке нового отца. Один-два года понаслаждался и затем купил нового и говоришь, теперь он твой новый отец. Ребенок не понимает. Ребенок невинный. Он не хитрый. Он не понимает, что происходит. И они получают таким образом рану. И я говорю, каждый парик, сначала не заводите детей. Но если вы заводите детей, тогда вы должны быть очень ответственны. До тех пор, пока ребенок не достигнет независимости. Любая пара, которая приходит ко мне, которая говорит, я хочу завести ребенка. Я говорю, хорошо, не проблема заводите. Но будьте осознанны, что вы должны будете задействованы 20 лет до тех пор, пока он не вырастет. 20 лет до тех пор, пока он не начнет работать и зарабатывать себе на жизнь, перестанет зависеть от вас. Тогда вы свободны. Если он живет с вами, друг с другом хорошо. Если не живет, вы исполнили свой долг. Ваша ответственность, вы исполнили ее. Тогда хорошо. Тогда вы можете быть свободны. В Индии есть семьи, очень много семейности такой. Сейчас начинаются разводы. Вот последние несколько лет. Когда любовь приходит, тогда придут и разводы. Там, где есть любовь, там будет расставание. Если у вас договорные браки, тогда не будет проблем. Вы не знаете мужчин, не знаете женщин. В Индии такие договорные браки, это очень распространяется. Родители решают, что моя дочь и твой сын, давай поженим их. Они даже не виделись до этого ни разу. И они женятся друг на друге. И в Индии, когда женятся пары, когда две семьи решают, мой сын и твоя дочь поженим их, давай. И происходит брак, они не знают друг друга. Происходит свадьба, потом ночью, первая ночь. Теперь говорят, давайте создавайте любовь, будьте в любви. Но как это возможно? Они не знали, никогда не разговаривали друг с другом. Они не знают друг друга. Любовь это не такая вещь, что вы можете пойти на кухню и сделать себе чай. Это как вот положил, скупитил воду, чай и он готов. Любовь не так. И затем они живут, и семья дает им один год. Как только год заканчивается, с обоих сторон, две семьи начинают спрашивать. Дайте мне новые счастливые новости. Сообщите, почему не рождается ребенок? Почему ребенок не приходит? Потому что обе семьи, они старые люди, очень хитрые. Они знают, что если максимум год-два, если не придет ребенок, они скоро разведутся и разойдутся. И семья закончится. И затем приходит ребенок. И этот ребенок принуждает их быть вместе. Тогда у них появляется причина для того, чтобы быть вместе. Мать заботится о ребенке, а отец зарабатывает деньги. Или оба зарабатывают деньги, чтобы заботиться о ребенке. Это причина, чтобы быть вместе. И тогда вся жизнь родителей вращается вокруг ребенка. И затем, когда ребенок вырастает, 25-27, и у него уже своя жизнь, он идет, находит женщину, женится, идет жить в другом доме, и тогда родители остаются наедине. Два старых человека, мужчина и женщина, живут в одиночестве, друг с другом. И любви все еще нет. Они живут друг с другом, потому что им нужна помощь. Они идут на компромисс. Сначала они шли на компромисс из-за ребенка, а теперь они идут на компромисс из-за себя. Потому что кто-то должен быть, я могу заболеть. Если я буду один, обо мне кто-то должен заботиться. И вот так вот семья происходит. Но это вещь для ребенка нормальная, что в паре нет любви. Потому что у них есть ребенок, и они должны посвятить свою жизнь ребенку. Они не должны искать свою радость. Если у вас нет любви друг с другом, хорошо, живите раздельно. Но не говорите ребенку, что вы там остались. Говорите, мы здесь оба, папа и мама, ради тебя. Тогда окей. Иначе ребенок получит большой шок. Он не понимает. И когда он станет взрослым и женится, он сделает то же самое. То, что с ним сделали родители. Это будет такая месть. Но некоторые дети очень разумны. И они говорят, что нет, мы не должны таковать. Потому что я получил такую рану. Я не хочу, чтобы мои дети испытали такое. Если вы сами и силы, если вы разумны. Первая вещь, вы должны понять. Если вы создаете ребенка. Ваши 20 лет уйдут. Вы не свободны. И я говорю, что если эти 20 лет у вас не будет ребенка, то всю энергию, которая ушла бы на заботу о ребенке, если у вас нет ребенка. Если вы хотите дать рождение самому себе. Вся эта энергия, которую вы даете ребенку. Если вы эту энергию дадите самому себе. Если вы сможете дать рождение самому себе. Вы родите себя. Тогда энергия будет работать с вами. Иначе это будет трудно. Какая-то часть будет задействована с ребенком. 20 лет точности. До тех пор, пока он не станет независимым. И это также ваша ответственность. Вы должны быть ответственными. Потому что вы создали этого. Родили. Дали рождение этому ребенку. Иначе, если вы не хотите, вы можете не давать рождение. Можете там что-то использовать, чтобы ребенок не пришел. Если вы решите, что мы хотим ребенка, тогда вы должны быть вместе ради ребенка. Иначе в чем вина этого ребенка? Он же родился в вашем доме, и вы выбрасываете его. Просто потому, что вы не наслаждаетесь. Вы должны быть чувствительны. И ответственны. Или не заводите ребенка. Если вы думаете, что вы не можете быть ответственными, тогда не надо. Вот что в семидесятых был, ну, не за, ну, был и не против, но был и не за заведение детей. Вот моя девушка, она забеременела, и мы пошли за даржан. Он не сказал, нет, но мы поняли, что. Но если вы хотите завести ребенка, он никогда не скажет, нет, идите с ним. Но если вы должны осознавать вашу ответственность. Но если ребенок, если вы скажете, что у ребенка есть такого типа судьба, что родители не будут вместе, он должен будет вырасти таким. Но какая-то рана в нем будет. Потому что дети в свои невинные года не понимают эти вещи. Почему вы расстаетесь, почему вы не вместе, почему новые люди, мужчины, женщины приходят. Он не понимает этого. Ребенок это ребенок. Вам можно в 50 лет. И вдруг ваш отец приведет новую женщину, даже если ему 70 лет. Вы тоже не примете? Вы скажете, что это? Всю жизнь моя мама жила там с другими. А теперь я должен эту новую женщину называть своей матерью. Дети не могут бороться, а независимые от родителей не могут понять. Вначале это очень трудно просто назвать отцом. Очень трудно. Но постепенно, постепенно он принимает. Окей, что делать? Приходится называть, потому что он дает мне вещи, у него есть власть. И я должен называть. Хочет этот ребенок или нет? Не важно. У меня есть станиилы? Да? У меня не очень смысл.